Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Так, ровно год назад, прикрываясь абстрактными словами вроде спецоперации, в целях деноцификации, демилитаризации, Владимир Путин начнет войну против украинского народа. Сначала артиллерия ударит по Харькову, потом ракеты полетят в Краматорск, следом Сумам, Днепр. В разных частях Украины будут гореть аэропорты. Николаев, Херсон, Чугуев, Ивано-Франковск. Окупационные войска зайдут в города и села. За несколько дней до войны многие просто не верили, что она может начаться. Зачем? Для кого? И самое главное, ради чего? Самое страшное, что за год войны мы так и не получили внятного ответа. Но согласитесь, в тот день, 24 февраля, когда мы открыли ленту новостей, сразу стало понятно. Владимир Путин совершает самое страшное преступление в современной истории. И останавливаться он не собирается. Уже на третий день войны высокоточные ракеты полетят в жилые дома. Так ракета прилетит в многоэтажку в Киеве. То же самое в Харькове, Ирпене, Чернигове. Но главным символом неизбирательных бомбежек российской армии станет Мариуполь. За несколько месяцев город практически полностью будет уничтожен. А кадры с взорванным роддомом займут первые полосы изданий. Третья больница, Мариуполь. Журналист Галина Артеменко с начала войны помогает украинским беженцам. Так она познакомилась с Викторией Шишкиной. Девушкой, лежавшей в том роддоме, по которому ударили российские войска. Осколок попал ей в живот. Ребенок, который вот-вот должен был появиться на свет, погиб. И потом уже Вика очнулась, когда... Вот ей сказали, что это был мальчик. Сказали, рост лес. Вот она мне описала, я об этом известна. И Вика давала другие интервью. Она попросила его показать. Вот. Его ей показали, она сказала, что он похож на Володю на мужа. А муж ее, Володя, бежал к ней рдом и попал под обстрел. У него максимально высокая ампутация. В одной палате с Викторией лежала и та самая девушка, чья фотография попала на обложке европейских газет. Российские пропагандисты эти снимки, конечно же, объявили фейком. Так рассказала, как рассказала Виктория, эта женщина поступила к операции в этот же день. Ей должны были делать плановую операцию. Вот она погибла. При этом она кричала, когда ее тащили, вытаскивали, она кричала, убейте меня. Я хочу жить. Потому что я ногу оторвала. Это было ужасно. После Мариуполя будут другие удары, о которых российская медобарона будут отчитываться как о высокоточных. На деле же ракеты убивали мирных граждан. 3 марта Чернигов. На небольшую городскую площадь сброшены бомбы. 47 человек погибли. 8 апреля Краматорск. Обстрелян железнодорожный вокзал. 60 погибших, больше 100 раненых. 27 июня Кременчук. Ракетный удар по торговому центру. 21 смерть, 56 раненых. Это все. То, что нарушает Россия, собственно говоря, определяется в 8 статье Римского статута, который определяет целые категории военных преступлений. Одним из видов военных преступлений являются неизбирательные обстрелы гражданских объектов. Собственно говоря, как одного из методов подавления сопротивления на территории, которую пытается оккупировать Россия. И это нарушение законов и обычаев ведения войны. Если рассматривать количество таких преступлений, напомню, что общее количество зафиксированных преступлений сейчас уже равняется около 70, более 70 тысяч. Это только по статьям, которые связаны с военными преступлениями. А что происходит в России? Звезды-блогеры, обычные граждане пишут антивоенные посты. По всей стране протесты, которые жестко подавляет полиция. И все это на фоне циничного Путинга за мир, куда сгоняют бюджетников и привозят обойму на все согласных артистов и знаменитостей. Такого единения у нас давно не было. Тем временем в Госдуме люди в деловых костюмах заняты усилением репрессивного аппарата. Депутаты наскоро принимают новый закон. Теперь за фейки о российской армии можно получить от 3 до 15 лет тюрьмы. Но почему же депутаты не подготовились заранее? Путин готовил операцию в обстановке полной секретности. Госдуме не положено было знать, что предстоит. Вспомним, когда 22 февраля Совет Федерации и Госдума одобряли признание ЛНР-ДНР, они сами не знали, в каких границах они признают их, в существующих на данный момент, что означало бы просто фиксацию статус-кво. Или в административных границах, что означало бы войну. И они сначала проголосовали, а потом побежали к журналистам выяснять, за что проголосовали. Какие уж тут могли быть подготовительные репрессивные законы в таких условиях. От теории к практике власть перейдет быстро. По новой статье будут заведены сотни уголовных дел. Иногда это условный срок, иногда реальные приговоры. Самое большое наказание получил политик Илья Яшин. 8,5 лет тюрьмы. Это самая настоящая национальная катастрофа, истинный масштаб которой нам еще только предстоит осмыслить. Также за дискредитацию армии на 7 лет посадят 60-летнего муниципального депутата Алексея Горинова. После нескольких поджогов военкоматов, Госдума ужесточит и уголовные статьи, связанные с диверсионной деятельностью. Сейчас за нее можно получить пожизненный срок. Чуть позже депутаты решат, что заодно пора бы запретить любую информацию о гомосексуальности. Так появится закон о полном запрете гей-пропаганды. Ну а тех несогласных, кто не нарушает закон, всегда можно признать иностранным агентом. Благо с 21-го года Миньюз по пятницам обновляет список предателей Родины. С днем рождения, иноагент! К нам в студию пробрались другие иноагенты, экстремисты, которые хотят поздравить Руслана. Сегодня в список иноагентов попал Александр Юрьевич Макошенец! Ура! Российская диктатура изменилась именно в 22-м году, перешла к методам репрессии, открытой цензуры, полномасштабной цензуры. И она теперь основана на страхе. Именно в первую неделю войны Путин закрыл фактически все оставшиеся независимые СМИ, принял закон о так называемых фейтках дискредитации российских вооруженных сил. Это переход к открытой цензуре с многолетними сроками за одно высказывание. Путин изначально не хотел этого делать. Если вы посмотрите, ведь действительно подготовки к этому не было. Он, наверное, думал, что ему удастся отделаться как раз тем, чем он отделался в 2014 году, остаться тем самым режимом, основанным на манипуляции информации, провести маленькую победоносную войну и сделать вид, что ничего не произошло, что украинцы сами хотят иметь в президентах этого самого условного медведчика. Этого не произошло, эта война была не маленькой и не победоносной. В конце марта российская армия уйдет из Киевской области. И тогда мир увидит страшные фотографии из Бучи, Ирпеня, Богдановки и Бородянки. Российские военные убивали мирных жителей выстрелами в затылок, кого-то пытали и насиловали. Здесь самые тяжкие военные преступления – это убийства, это пытки, это незаконное лишение свободы, это, собственно, насильственное перемещение мирного населения, это и мародерство, грабеж по отношению к мирному населению, это убийства военнопленных, это и разрушение того же самого жилого фонда, это имущественные преступления по отношению к гражданскому населению. И вот как раз по отношению к тем преступлениям, которые совершались в этом конгломерате киевском, даже международные органы усматривают черты геноцидного характера таких преступлений. Через несколько месяцев появятся новые подтверждения зверств уже на других территориях. Так во время оккупации россияне создадут пыточный в Харьковской области Херсоне. Ты находишься на каком-то стуле, руки связаны, на голове шапка. А когда им что-то не нравится, я так понял, это был электрошокер, которым били в шею и уши. В Изюме найдут массовые захоронения. Украинские власти обнаружат останки больше 400 человек. У большинства признаки насильственной смерти. Другой частый сюжет. Оккупанты забирают родителей в фильтрационный лагерь, а детей отправляют в Россию. Фактически похищают. Всего с начала войны было вывезено как минимум несколько десятков тысяч детей. В списке и сироты из интернатов, и дети, потерявшие родителей в ходе войны. Особый цинизм в том, что российские власти даже не пытаются скрывать свои преступления. Они гордятся похищением детей. Так детский омбудсмен Мария Львова-Белова радостно отчитывается, как удалось перевоспитать юных украинцев. Там негативно отзывались о президенте. Говорили всякие гадости, пели гимн Украине, слава Украине, все такое. Но прошло немного времени. Эти дети попали в приемные семьи Московской области. Один из мальчиков попал в мою семью. И я на глазах вижу, как эта интеграция начала происходить. Ну а как на эти события и вообще на войну реагирует российская пропаганда? Привычным образом. Распыляя как можно больше лживых версий каждый раз, когда всплывает очередное преступление российской армии. Так будет с Бучей. В маленьком городке вокруг Киева Буча, где, кстати, не было постоянного контроля российских войск, он переходил все время из рук в руки. Показывают сейчас видео. Там сейчас работает сразу, естественно, в первую очередь британцы, потому что, судя по всему, вся эта провокация замышлялась британцами, озвучивается Арестовичем. Умереть в Умирайловке и убить в Убивцево, в который обращают внимание на случайные совпадения, которые, как известно, не случайны. Так многие обратили внимание на игру слов. Резня в Буче звучит как Бучери Ин Буча. Провластные телеграм-каналы и телепатриоты будут предлагать несколько версий. Это все актеры. Посмотрите, они еще и шевелятся в кадре. Да нет, тела настоящие просто убивали людей украинские военные. И так далее. Когда мы смотрим на то, как Урсула, Фон дер Ляйен, Боррель стоят возле мешков, кто там расследовал, если их закапывают уже. И что самое поразительное, если верить в Нью-Йорк Таймс, получается уже почти месяц эти тела пролежали на теплой погоде. Но вернемся к первым дням войны. Тогда с телеэкранов звучали бравурные обещания взять Киев за три дня. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Из кольца окружения, в которое попал Киев, ему не убежать. Эвакуация невозможна. Чуть позже издание Washington Post подтвердит, Путин действительно планировал блицкрик с устранением президента Владимира Зеленского. Свои влажные мечты великому геостратегу придется отложить, а пропаганда сменит пластинку. НАТО с нами воюет. Мы уже воюем с НАТО. Это полномасштабная война, которая ведется всеми доступными и недоступными способами НАТО и Западом. Чтобы максимально изолировать россиян от правдивой информации, Кремль начнет атаковать оставшиеся независимые медиа. Не пройдет и неделя войны, как от эфира отключат радио «Эхо Москвы», власти заблокируют сайт «Дождя», а позже Роскомнадзор выпишет предупреждение новой газете, из-за чего редакция приостановит работу. Я думаю, что Господь наказал очень сильно. Лея Меджидовна, я должен прервать вас сейчас, потому что у нас срочные новости. Большинством голосов Совета директоров «Эхо Москвы» принято решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эхо Москвы». Обычных пользователей тоже лишают возможности говорить. Суд признает компанию мета экстремистской, а значит самая популярная соцсеть в России – Инстаграм, а с ним и Фейсбук под запретом. Деятельность корпорации на территории государства запрещена, вышеупомянутые соцсети должны быть немедленно заблокированы. Федеральные каналы меняют сетку вещания. В первые дни войны пропаганда льется по 10 часов в сутки. Позже развлекательные программы вернут, но даже там будут показывать ветеранов спецоперации и вспоминать нынешних героев России. Со временем поменялась и риторика пропаганды. В первые месяцы войны обитатели телестудии говорили о высокоточных ударах исключительно по военным объектам. А разрушенные многоэтажки – это так, украинцы бомбят сами себя. Россия, матушка, накажи всех тех, кто разорвал на куски горловскую Мадонну с ее 10-месячной дочерью, кто бомбил кассетными бомбами детский пляж Зугресси, кто прямо сейчас бомбит Донецк, Мелитополь, Мариуполь. Но скоро ведущие и псевдоэксперты перестанут сдерживаться. День настал! Наконец-то Россия начала бить киевский режим. И последние его слова были. Пойдем, братва, рубить укропов. И, конечно, это год назад еще невозможно было представить. Но так как зрителя накачивают вот этим желанием побед и объясняют, что соседнее государство, оно ущербное, но при этом это ущербное государство почему-то оказывает абсолютно достойное сопротивление второй армии мира на фронте войны, вот остается искать какие-то победы. Вот единственное, что тебе остается радоваться, и это вот абсолютная радость даже не победе, не правому делу, а тому, что мы кого-то смогли нагнуть. Ну вот смогли нагнуть жителей Харькова или Одессы, которые на день остались без тепла. Ну вот так получается. И это, конечно, абсолютное скатывание в бесчеловечность. Символами этого безумия станут латинские буквы Z и V. Они мало заинтересуют обычных россиян, зато чиновники будут украшать новой свастикой все подряд. Театры, дома, школы, детские сады. Акция запущена по всей стране. Хабаровчане надеются, что эта видеовесточка с восточных рубежей страны долетит и до военных, и до жителей Донбасса. Путина! Начатая Путиным война спровоцировала крупнейший в 21 веке миграционный кризис. Уже к 20 марта из Украины уехали больше 10 миллионов человек. Это четверть всего населения страны. Мы ждали эвакуационные автобусы, лежа на асфальте, под обстрелами. Потому что в городе начались авиаудары. Я часто пытаюсь представить себе этот ужас, когда ты лишен всего. То есть у людей фактически все было, у кого-то больше, у кого-то меньше. У некоторых были там магазины свои, не знаю, свои стоматологические кабинеты, свои дома, ни одна машина. Ни этой улицы, ни этой квартиры, ни этого дома уже нет. Но вот какой, понимаете, какой сериализм, да, что будем ставить регистрацию в домах, в которых нет. Их уже нет. И таких точно уже никогда не будет. Совсем скоро Россия окажется в международной изоляции. В первые же дни ведущие российские банки отключат от платежной системы SWIFT. Перестанут работать Visa и MasterCard. Из России массово уйдут зарубежные бренды. Европейцы и американцы запрещают российским авиакомпаниям летать над своей территорией. В первые дни войны рубль упадет на 30%, а Евросоюз заморозит активы Центробанка. Это 23 миллиарда евро. Россия станет чемпионом среди изгоев. Самые главные санкции — это, во-первых, санкции против Российского Центрального Банка. Они были введены на третий день войны, которые заморозили российские резервы. Если бы у Путина были эти резервы, он бы продолжал жить припевающе и покупал огромное количество вещей, которые помогают ему сегодня убивать украинцев. Вторые санкции — это санкции против импорта Путиным технологий, товаров, которые нужны для производства вооружений. А также полный уход сотен больших западных компаний из России. За неполный год войны Запад ведет 9 пакетов санкций. К концу 2022 года введено практически полное эмбарго на российскую нефть. Это главный источник доходов Кремля. Это означает, что у Путина будут проблемы с тем, чтобы закупать импортные компоненты для ракет. Это все-таки происходит, как мы видим. Он использует параллельный импорт третьей страны. Новый десятый пакет европейских санкций, видимо, закроет много из этих лазеек. Но Путин будет продолжать работать над этим. У него будет меньше денег, чтобы покупать иранские броны. И в этом смысле это тоже очень важно. Но самое главное, в конце концов, для того, чтобы свести концы с концами, Путину придется выбирать сокращать расходы на армию, сокращать расходы на полицию, в том числе на ОМОН и Росгвардию, платить меньше зарплаты учителям и пенсионерам, тем самым снижая свою популярность. В общем, все это непростые решения, с которыми Путин раньше не сталкивался. Напомню вам, что Путин такой человек, который 20 лет в власти видел высокие нефтяные цены. А в те периоды, когда нефтяные цены падали, в 2008-2009 году или в 2014-2016 году, у Путина всегда была вот эта подушка безопасности, суверенный фонд. И сейчас у него с этим большие проблемы. Уже в первой неделе войны станет понятно, ни одна ставка Путина не сыграла. Никакой быстрой спецоперации. Началась полномасштабная война, в которой украинцы героически защищают свою страну. Украина! Божьем все! Украина! Божьем все! На этом фоне ярко проявился контраст между украинским и российским военным руководством. Последние показали себя циничными, безжалостными и, к счастью для всего мира, некомпетентными. Так кровавым мемом в первые дни войны станет Чернобаевка. Здесь, на местном аэродроме, российские военные разместят технику. Ее постоянно будут накрывать ракетами. Аэродром атакуют десятки раз. Действительно, российские войска как-то упрямо размещали военную технику на этом аэродроме. Может, был какой-то приказ сверху, который не корректировался, исходя из объективной реальности. Мы видим, что это в российской армии часто происходит. И вот они теряли там несколько раз технику. Поэтому и вот так было смешно украинской стороне. Позже, 13 апреля, после атаки украинцев затонет ракетный крейсер «Москва». Пытаясь придумать оправдание, Минобороны выдаст скупую на факты версию. Корабль пошел на дно из-за пожара, но экипаж эвакуировали. По сообщению Минобороны, на борту сдетонировали боеприпасы. Эта версия не устроит даже тех, кто поддерживал войну. Так, Дмитрию Шкребцу, отцу погибшего на корабле срочника, придется самому расследовать гибель сына. На своей странице в ВК он опубликует пост «Вопросы, на которые нужно отвечать». Также они удостоят ответам и материи срочников. Я русский военный корабль. Предлагаю, вложить оружие, русский военный корабль. И нахуй. Беречь своих солдат Минобороны тоже не станут. Отступление с острова Змиины, с Харьковского направления, на деле окажется неорганизованным бегством. Только за два этих жеста доброй воли российские военные потеряют сотни единиц военной техники. Украинцы назовут это «лендлизом». Мы же сказали, да? Мы ушли со Змииного. Почему? Потому что это часть сделки. Чтобы обеспечить возможность караванов. Русский «лендлиз» в действии. Для российской армии это было первое, наверное, крупнейшее поражение. Прямо вот на поле боя. То есть было до этого отступление от Киева, из Черниговской области, Сумской. Но здесь это было прямо полностью военное поражение. Плюс им пришлось отступить также от Харькова за границу между Россией и Украиной. И в целом отдать инициативу в этом районе. Плюс возникла угроза вообще большого прорыва фронта, которую как раз и закрывали с помощью мобилизованных, спешного подтягивания на это направление каких-то резервов. Также это был еще один уже не первый разгром первой танковой армии российской, которая считалась элитной. Ну и была одной из самых боеспособных до начала вторжения. Во всяком случае на бумаге. И опять-таки это в очередной раз, это сражение показало полную некомпетентность российского высшего командования. Вот этих вот всех генералов, там генерал-полковников, генерал-лейтенантов, которые ходят с умным видом по кабинетам, рассказывают, какие у них гениальные планы. Ну вот, собственно, всем стало ясно, в том числе и в самой российской армии. И, конечно, Минобороны будут постоянно врать. Чуть ли не каждый день Игорь Коношенков будет рассказывать об уничтоженных украинских хаймарсах. В какой-то момент окажется, что уничтожено их больше, чем поставили американцы. Скрывать и занижать потери будут с первого дня войны. Примерно в 9-10 раз. Последняя цифра была около 6 тысяч. Шойгу ее озвучивал. Если мы сейчас возьмем нынешние, текущие такие аналитические цифры, то это около 200, чуть больше тысяч потерь российских. Если мы возьмем формулу погибших к раненым, то примерно 50-60 тысяч погибших российских солдат. Это если считать всю путинскую группировку, то есть и ЧВК Вагнера туда прибавлять, и всех мобилизованных с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, и всяких добровольцев непонятных, всех-всех-всех, то где-то 1050-60, видимо, набирается. Это вот ровно в 10 раз меньше, чем озвучил Шойгу. Довольно быстро война перенесется на территорию России. Самым заметным событием станет пожар на нефтебазе в Белгороде. С тех пор сообщения об атаках и диверсиях будут появляться все чаще. Да, за последнее время чаще стало слышать хлопки. Последний раз это было вчера. Громкие звуки в небе, которые называют у нас чаще всего хлопками. Сначала все ситуации, почти каждый день слышим хлопки, и даже вот буквально 10 минут назад. В мае будут регулярно обстреливать Курскую область, неспокойные в Брянске. 25 апреля на окраине Брянска загорелась нефтебаза. Отсюда до границы с Украиной чуть больше 100 километров. В ту ночь жители проснулись от громких взрывов. Уже в сентябре в Белгородской области начнется эвакуация. Людей начнут переселять из приграничных сел. Там за год войны от обстрелов погибли 22 человека, а получили ранения больше 100. Впрочем, все это будет лишь слабым стуком в дверь, который многие россияне даже не услышат. Но 21 сентября война буквально ворвется в дом. Начнется мобилизация. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. 6 сентября. Украинцы начинают контрнаступление в Харьковской области. Настолько успешно, что ВСУ освободят 10% территорий, оккупированной с начала войны. Сидим в Балаклее. Ждем маршрутку на Белгород. Сторонники войны в ярости. Они ждут от Путина и военного руководства ответных мер. Так Путин решит провести псевдореферендумы на оккупированных территориях и начнет частичную мобилизацию. Мобилизация в нынешнем виде – это наследие еще советской системы, рассчитанное на ядерную войну, когда тебе уже нет разницы, кого брать. Хромых, косых, потому что все равно погибнут все. И в этом плане, как система была настроена на такую мобилизацию еще с советских времен, так она и пошла. Забирали всех, невзирая на состояние здоровья. Не проверяли даже тех, кто по формальным критериям не должен был попасть под мобилизацию. Просто потому, что ни ресурсов, ни желания выявлять тех, кто под нее не должен попасть по состоянию здоровья или по иным критериям, ни у кого не было. Уже через пару недель после этого объявления появятся первые сообщения о смерти мобилизованных. Кого-то бросят в пекло, даже толком не обучив. А живым новобранцам придется спать на полу или вообще на улице тренироваться с ржавым автоматом. Большинство мобилизованных будут сами покупать себе снаряжение и женские тампоны, чтобы затыкать в теле дырки от пуль. Мне грустно об этом говорить, но мобилизация шокировала российское общество больше, чем начало войны. По тем социологическим исследованиям, которые мы делаем, как раз мобилизация и положила конец тому общественному договору, в рамках которого российское общество 20 лет уживалось с Владимиром Путиным. Вы не лезете в политику и даете мне воровать сколько угодно, говорил им Владимир Путин, а я вам за это даю иномарку в кредит, путевку в Турцию, некую стабильность, некий уровень жизни, которого раньше у вас не было. А вот мобилизация в сентябре 2022 года, она этот существовавший 20 лет общественный договор действительно разрушила и похоронила, потому что война подошла в каждый дом, в каждую семью. Люди, которым говорили, что все идет по плану, Путин знает лучше, вдруг у них забрали их отцов, мужей, сыновей. Всего с начала войны из страны уедет миллион россиян, большинство из-за мобилизации. Цены на билеты в соседние страны, куда еще могут податься россияне, быстро взлетит до сотен тысяч рублей. На пограничном пункте Верхний Ларс автомобильная очередь растянется на десятки километров. Здесь за огромные деньги будут продавать бензин, обменивать велосипеды на машины. До Владикавказа, оттуда на велосипеде. То есть Владикавказа на поезде, и потом на велосипеде. Мы очень быстро прошли, нам повезло. Семь часов переходили границу. Почему вы здесь? Потому что Путин ведет войну, и мы не хотим участвовать в этой стране. Люди, которые уехали, это скорее люди с более высоким уровнем образования, с более высоким уровнем предприимчивости. И даже один миллион человек, это полтора процента экономически активного населения, это большой удар по экономике. И дело не только в том, что в России некому работать, а дело в том, что в России некому будет создавать бизнесы и создавать высокооплачиваемые рабочие места. Но это не такой быстрый эффект, как, например, нефтяного эмбарго и ценового потолка. Это удар по долгосрочному будущему России. И будем надеяться, что, когда придет время, некоторые из этих людей вернутся и помогут создавать ту самую прекрасную Россию в будущем. 8 октября 2022 года. На следующий день после юбилея Путина взрывается Крымский мост. Украинские медиа напишут, что это операция спецслужб. Крымский мост, как остров Змениный, как отступление из Херсона, как отступление из-под Киева и Чернигово в апреле, как отступление из Харьковской области в сентябре, относятся по нашим, в том числе, исследованиям к тем событиям, которые максимально повлияли на общественное мнение в России, которые возмутили очень Z-каналы, которые ядро пропутинской аудитории настроили против Путина или против Минобороны, против военного руководства. Потому что, ну вот же, это факты, с которыми невозможно спорить с помощью альтернативных фактов, как путинская пропаганда это умеет, потому что они на карте видны. После взрыва моста Путина изменит тактику в этой войне, но еще более циничную. Так ракеты будут бить целенаправленно по украинским электростанциям, линиям электропередач и другим энергетическим объектам. Попутно разрушать жилые дома и забирать жизни. Да ёб твою мать, блядь, сука, блядь, суки, нахуй. Все, девочки, света немае. Все. Шашлычок, нарезочка сырная и мясная, капусту квасила сама, между прочим, и салатик. Но мы будем без картошки, так как света у нас до сих пор нет. За пару дней до взрыва моста министр обороны Сергей Шойгу назначит Сергея Суровикина командующим силами спецоперации. Символично, что именно под его командованием будут проходить эти бомбежки. Еще несколько лет назад он получил прозвище «сирийский мясник» за разбомбленные больницы в провинции Идлиб. Награждается орденом святого Георгия Третьей степени, герой Российской Федерации, генерал армии Суровикин Сергей Владимирович. Уже в декабре Владимир Зеленский расскажет, что 50% энергетической инфраструктуры страны уничтожено. Тем временем на российском телевидении пропагандисты будут торжествовать. Дескать, теплые электростанции — это тоже почти военные объекты. Полностью вывести всю инфраструктуру. Все ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, все тяговые подстанции, все линии электропередач, все железнодорожные узлы. Оставив Украину без тепла и света, можно добиться переговоров. Именно такой был расчет у Путина. За год войны это будет далеко не единственный шантаж Кремля. Положение российской армии на фронте так себе. А значит, нужно скорее перейти к переговорам. Сперва это будет нефтяной шантаж. Путин угрожал перестать поставлять Европе нефть и газ, пугая ее холодной зимой. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем поставлять. Мерзни, мерзни, волчий хвост. Этот ход не сработает. Тогда Путин перейдет к зерновому шантажу. Не пуская зерно из Украины в бедные страны, Путин хотел спровоцировать там голод и, как следствие, новый миграционный кризис для европейцев. Тоже не сработало. И главное, что показали. Чего-чего? Перемирие? Ага. По военной инфраструктуре в Одесском порту зашарашили. И ооновцы так, ой, елки, оказывается, действительно, ведь можно. Это же не имеет отношения к вывозу зерна. Но самое страшное — ядерный шантаж. Регулярно появляются тревожные новости о Запорожской АЭС. Российские военные захватили ее в феврале. И уже в сентябре здесь будет остановлен последний работавший энергоблок. Чуть ранее оккупанты будут использовать станцию как военную базу. Здесь случится пожар. Вымагаю, зупинься. Негайно перестаньте обстреливать в притул за Борисскую АЭС. Еще в начале войны Путин будет в открыто угрожать миру ядерным ударом. Перевести силы сдерживания российской армии в режим, в особый режим несения боевого дежурства. Джо, а мы не собираемся бахать по Украине топическим оружием? Если же мы жахнем, Джо, то стратегическим. И не по Украине совсем. В начале войны это стало звучать ежедневно. Не как гипотетическая вещь, а как натуральные угрозы, что ядерные ракеты полетят туда-сюда, в третье место, четвертое государство, пятое, тридесятое. И если раньше об этом несколько человек только говорили в телевизоре, и то это казалось в порядке исключения, то сейчас исключением уже кажется, когда человек не говорит о том, что российские боеголовки полетят в какие-то страны помимо Украины уже. 24 февраля Путин доверит свой план Блицкрига крайне разношерстной группировке. Брать Киев за три дня отправятся армейские соединения, отряды Росгвардии, боевые батальоны ГРУ и кадыровские гвардейцы. Очень быстро они будут уничтожены, и уже в марте Кремль даст отмашку. Подключайте ЧВК Вагнер. Когда в войну вступят наемники из Вагнера, известные своими преступлениями и жестокими убийствами в Сирии и Центральной Африке, станет окончательно ясно – законы войны Россия соблюдать не будет. К концу лета владельцу Вагнера и по совместительству повару Путина Евгению Пригожину дадут карт-бланш. Он начнет вербовать заключенных. Первые заключенные, которые воевали со мной, это было 1 июня, штурм угледарской ТЭЦ, 40 человек из Питера, строгий режим, рецидив. Мы понимаем, что там бизнесмены из Петербурга, никто бы не пустил в колонию вести масштабную вербовку среди заключенных. Мы понимаем, что подобный мандат он мог получить только от одного человека в Российской Федерации. Он, очевидно, этот мандат от него получил. И, значит, вот работает на утилизацию этих заключенных. Мы не знаем, сколько там погибло человек – 10 тысяч, 20 тысяч. Мы видим, что там сейчас больше никто из колоний особо не стремится вербоваться на фронт, потому что все заключенные примерно понимают, какие у этого будут последствия. Став медийным лицом этой войны, Пригожин довольно быстро начнет критиковать Министерство обороны, начнет набрасываться на начальника генштаба Валерия Герасимова, поощряя при этом такие заявления своих наемников. Начальнику генерального штаба. Ты пидор и черт. Метафорой этого хаоса и беспредела станет кувалда. Символ, который ЧВК Вагнер протащит с собой еще с 17-го года. Тогда в Сирии четверо наемников забьют насмерть человека кувалдой. История повторится и во время войны в Украине. Кувалды казнят беглого заключенного Евгения Нужина. И снимут это на видео. Отправился на фронт, чтобы перейти на сторону Украины, воевать против русских. В Кремле и на это закроют глаза. А глава парламентской партии Сергей Миронов даже будет принимать в дар такие подарки от Пригожина. Все в обмен на весьма сомнительную эффективность Вагнера. Больше полугода они пытаются взять небольшой город Бахмут. Мы понимаем, что даже если Бахмут вдруг будет взят в марте, в апреле, это опять-таки же кардинально не изменит ситуацию вдоль всей линии соприкосновения. Поэтому в этом смысле чем ЧВК Вагнера эффективнее российской армии? Пока российская армия жжет свои колонны бездарно под угли даром, Евгений Пригожин эффективно, значит, вкладет тысячи российских зэков под Бахмутом. В плане утилизации личного состава, значит, они вполне равноценны друг другу. Сейчас сложно точно сказать, сколько жизней забрала эта война. Но это сотни тысяч. Еще большему количеству людей она жизни поломала. Кто-то навсегда останется инвалидом. Кто-то никогда не вернется в свой родной дом. Маленькие дети уже не увидят своих родителей, а родители своих сыновей. И самое омерзительное, что Владимир Путин, принявший чуть ли не в одиночку это решение, уже год не в состоянии объяснить, для чего он убивает соседей и превращает свою же страну в изгоя и террориста. У нас есть все основания называть сегодняшний режим неонацистским. И есть все основания помогать, в том числе и с помощью вооруженных сил, тем людям, которые считают себя частью русской культуры. Ответ, конечно, есть. Путину нужно сохранить собственную власть. Ради этой цели, видимо, можно бомбить многоэтажки и больницы, пытать, а затем убивать выстрелом в затылок мирных граждан, устраивать репрессии и выгонять несогласных, пропагандировать ненависть, угрожать ядерным ударом. Только Владимир Путин очень плохо изучал любимую им историю. Сохранить власть после проигранной войны задача для диктатора почти невозможна. И хотя эту войну он еще не проиграл, победить в ней Путин уже точно не сможет. Редактор субтитров А.Семкин